Привет, меня зовут Аня, мне 23 года, я живу в Париже, я работаю как актриса, манекенщицей, я танцую тоже и пою в группе, я работаю в агентстве Playtime и в агентстве Girls, как манекенщицей, как актриса в первой агентстве, и я здесь живу уже 3 года, я раньше жила в Украине, и меня раньше звали Алексей, потому что я была мальчиком, и мне всегда с этим была проблема, потому что я с детства чувствую, что как бы я это не я, и я внутри, и я изнаружи была совсем не одно и то же дело, и у меня была сестра на 2 года старше, я на меня смотрела все время, мне было хотелось быть как она, потому что я себя чувствовала больше как она, чем как я, и я одевала ее вещи, и как бы, ну, в семье это как бы было смешно, когда я была совсем маленькая, потом это стало проблемой, когда я стала старше, и как бы у меня отец немножко пришли был, и, ну, когда я доставлю 14 лет, я стала думать, как мне можно поменять пол, я по интернете очень смотрела, как сумасшедшая все об этом читала, и, ну, я узнала, что чем раньше это делаешь, чем лучше это, что, потому что ты еще не законченный, такой еще юный, почти как, ну, тело еще не закончено, как у девочки, и, ну, я в 15 лет с того, как бы, ну, я уверена была, что я хочу сделать это, и захотел сказать это своей семье, друзьям, но ты год принял, потому что это мне было очень трудно сказать, потому что ситуация в Украине очень такая проблематичная с все, что имеет какой-то, ну, если что-то трогает гомосексуализм, это вот там большие, с этим большие проблемы, поэтому, ну, мне было трудно сказать этой семье, конечно, друзьям тоже, это был мой секрет, и я сказала одному другу, мы пошли погуляли, и выпали там, потанцевали, и, ну, я ему сказала, ну, как-то ему пошел просто, ну, как, ну, не у меня это было с этим проблемой, но у него было как-то, как нормально, я ему сказал что-то, что он почти знал уже или как бы догадывался, и мне захотел сказать родителям и семье, и сестре, и, конечно, это я всем сказал, моей сестре было странно, ну, как-то, ну, вот и все, и она знала, что я в ее вещи одевалась, она такая тоже, ну, артитическая личность, потому что она писала картины и скульптурой занималась, поэтому это как-то у нее большой проблем не завело, а мой отец просто перестал с нами разговаривать, и моя мама в истерике билась, и что это проблема, что это против природы, что я сумасшедший, что я больше их, ну, что я больше не их сын, и что, ну, надо психушку посадить и все такое, и я просто домой перестал приходить, ну, заново, с чем мне надо было заняться, ну, неделю, я потом как-то это успокоился, потому что мама все-таки предпочитала, чтобы я была с ними, даже если я странный и голубой, и отец мой очень любит матерь, поэтому он предпочитал, чтобы я была дома с ней, и, ну, конечно, ну, еще такие отношения немножко странные с ним, но теперь стало намного лучше, потому что я как бы сделала эту операцию, вот это был долгий процесс, два года, он закончился очень четыре года назад, я 24 года как я во Франции, и как бы очень все легче здесь мне с этим, и люди не знают, что я была раньше мальчиком, которые знают, что это им больше нравится, чем что-то другое, потому что я работаю в такой среде, что это не проблема, и вот я родителям посылаю мои лучшие, самые интересные работы, и они как бы видят, что я это сделал в какой-то цели, и я думаю, что это их успокаивает. И как бы что рекомендуют, что его 보세요, Продолжение следует...